В это воскресенье в столичном парке Победы развернулся настоящий палаточный городок. Бывалые собаководы знают, представить свою собаку на выставке дело нелегкое, кропотливое и начинается оно с самого утра и заканчивается с приходом сумерек. В этот раз участника выставки «Золотая осень Молдовы-2017», организованной столичным кинологическим клубом «Планета собак», было в два раза больше, чем в прошлой. Это международная выставка. Сюда приехали со всех уголков Молдовы, Украина. К нам приехали из Киева, Львов, Одесса. Приехали из Польши. Несмотря на три таможни, они прекрасно доехали, чувствуют себя очень хорошо. Более 120 собак из Приднестровья. Иностранные гости разных пород и мастей. Шпицы, хаски, сенбернары, малинуа терпеливо ожидали своего звездного часа. А вот бордовский док присутствовал в единственном экземпляре. И на выставке, и вообще в республике. Маленькие, большие, мохнатые и бесшерстные, стремительные и неповоротливые. В первом ринге, а их было всего три, оценивали по красоте выступления. Овчарки, пинчеры, чихуахуа и далматинцы показали красивейший пробег в паре. На первый взгляд кажется, что собаки просто стоят или бегают по кругу. На самом деле это не так. Все проходили долгую, кропотливую подготовку. Как же готовят собак к подобным выставкам? О закулисных буднях среднеазиатской овчарки Миры рассказал нам гость из Молдовы. Мы начали готовиться еще позавчера. Мы сначала вычесались хорошо, потом мы полтора часа в ванной купались. Это весьма длительный процесс оказался для меня, так как я первый раз это все делал. Потом мы сушились феном еще очень долго. И опять чесались. Это очень утомительно оказалось. Следом семейный показ. Не менее трех собак из одного питомника хвастали пигментом, шерстью, форматом, демонстрируя хорошие гены. Лучшими в этом выступлении были чихуахуа. Второе место разделила семья овчарок. Затем почет неординарности. Публики представили лучшие оригинальные пары одного хозяина. Кубки, средства для поддержания красоты и здоровья. Собачья посуда. Без подарков не ушел ни один участник выставки. Здоровье, безупречные экстерьеры, блестящее воспитание. Возле оценочного ринга хозяева и их питомцы терпеливо ожидают своего выхода. Собак оценивал особо щепетильный эксперт-кинолог из Польши. Его оценка как пропуск в следующий конкурс, где каждая собака выступает в своей возрастной категории. Бэбики, папики и взрослые собаки. На этом этапе отбирают Best in Best по возрасту и Best in Show, собственно, победителя. Но до финала еще далеко. Это Марвин и Ураган. Марвин был гостем нашей студии, а Ураган выиграл сертификат на бесплатное участие в этой выставке. Первый Приднестровский и наша редакция болеем за них. Удачи вам, друзья! Особое внимание и симпатию самых маленьких посетителей без сомнения завоевал померанский шпиц «Зефир». Его отдавали в хорошие руки. На самом деле я в восторге. Собачки очень классные. Я себе захотела очень-очень сильно. И надеюсь, когда-нибудь себе куплю какую-то. В общем, впечатления очень, эмоции позитивные. День тоже соответствующий. Все очень классно. Супер, советую. Приходите. Мне понравилось, как собаки будут защищать дома. Их тренировали, чтобы они защищали своих дома. Понравилось? Да, понравилось. Я очень хочу иметь собаку породой лабрадор. А это гость из Испании. С самым кофейным именем Гляссе. Он летел к нам самолетом. Хорошо прилетел с пересадкой. Жив-здоров. Счастлив. Совершенно спонтанно. Решили поучаствовать. И вот участвуем. Все закончилось благополучно. Изрядно уставшие участники торопились домой. Получать заслуженные гастрономические призы. Дрессированные собаки спасли своих хозяев от злоумышленников. А бельгийская овчарка Малинуа из Приднестровья по кличке Шарлотта унесла кубок победителя домой. И стала национальным чемпионом.